Именно здесь, в санатории Дубовой Рощи, 11-летняя Ангелина Голик сделала свои первые шаги. До этого момента девочка с рождения из-за болезни вообще не ходила. Сейчас мы после операции, и здесь наши очень даже большие успехи в плане того, что мы начали передвигаться самостоятельно с помощью подручных средств. Реабилитации детей в санатории занимаются два года. С маленькими пациентами работает многопрофильная команда высококлассных специалистов, состав которой зависит от заболевания ребенка. Здесь принимают деток с патологией нервной системы, в том числе ДЦП, после травм опорно-двигательного аппарата, операций при врожденных пороках развития. Главная задача такой бригады установить, в первую очередь, определить реабилитационный потенциал ребенка, то есть, насколько возможно восстановить его функции. И уже исходя из этого ставится определенная конкретная цель реабилитации для конкретного ребенка. То есть, может быть, это просто ребенок должен научиться держать ложку в данный момент. Может быть, встать на ножки, может быть, сделать первые свои шаги, может быть, уже ходить какое-то продолжительное время. То есть, для каждого ребенка цель индивидуальная. В арсенале санатория самые современные реабилитационные методики, имеющие научно доказанный положительный эффект. Лечебная физкультура с использованием разнообразного спортивного инвентаря. Кинезиотерапии на специальных столах, занятия на тренажерах, которые помогают медикам более точно определить проблему и восстановить утраченные функции, в том числе научить ребенка ходить. Одно из недавних приобретений стабилоплатформа. Она способствует урегулированию равновесия. Все необходимое оборудование у нас есть, все, что необходимо, и фитбол, гимнастика, мячи, и столы, и те же тренажеры, которые необходимы для детей в реабилитации, для обучения ходьбы, для координации, для равновесия. То есть, воспитываем все те, качества и способности, которые необходимы для развития двигательной активности. В программе реабилитации водные процедуры, ванны, аквагимнастика, плавание. Грязи лечения проводятся с использованием иловой сульфидной грязи, которую доставляют с Крымского полуострова. Она обладает уникальными свойствами, оказывая противовоспалительный и иммуноукрепляющий эффект. Грязь содержит очень много различных микроэлементов, очень много элементов солей и также биостимуляторов. К восстановлению здоровья деток подключаются логопеды, психологи, психотерапевты. Проводятся занятия по арт-терапии. Берем белую краску и закрашиваем весь лист, весь, как хотим. Под руководством инструктора малыши с помощью кисти и красок создают свои шедевры. При этом развивается воображение и мелкая моторика рук. Поддерживает творческое настроение и занятия музыкотерапией, которые проводит Екатерина Попова. Сначала она занималась с детьми как волонтер, а сегодня после окончания учебы работает в штате. Сначала мы начинаем с дыхательных упражнений, потом упражнения на артикуляцию, после чего мы приступаем к распеванию и дальше мы разучиваем позитивные композиции, детские песенки в основном. Мы берем и маракасы, и трещотки, и ксилофон. Также дети пытаются сами себя аккомпанировать. Программа реабилитации в санатории «Дубовая роща» в зависимости от заболевания длится от двух до трех недель. Многие дети проходят ее по несколько раз в год. Приезжают вместе с родителями, проживают в двух местных палатах с индивидуальным санузлом. Для перемещения пациентов на колясках оборудован специальный подъемник. Решает необходимость лечащий врач, либо врач-педиатр, либо врач-невролог, лечащий основной врач в основном заболевании, то есть врач-кардиолог, о необходимости реабилитации данному ребенку. Созванивается с нами, то есть у нас никакой очередности абсолютно нет. Мы берем данный ребенка, созваниваемся с мамой, можем пригласить буквально прямо на следующей неделе. Реабилитация для маленьких пациентов проводится бесплатно за счет средств ОМС. Помимо санатория «Дубовая роща», такие услуги в регионе оказывают областная Солилецкая больница восстановительного лечения, Орский санаторий «Луч», Бузулукская городская больница, Оренбургская детская горбольница.